Всем привет, друзья! Вы на канале SkyTopGames и мы продолжаем путешествовать по бескрайнему космосу вселенной мира Space Engine. В данной серии, ребятки, мы рассмотрим с вами интереснейший мод, который я давно хотел показать вам в своих видео. Многие меня спрашивают, Sky, откуда ты берешь моды? Моды на корабли, моды на растения. Сегодня это все благодаря мастерской Steam, все благодаря подписчикам, благодаря людям, которые делают моды для Space Engine. И в сегодняшней серии мы с вами рассмотрим достаточно интересный мод, который я хотел, повторюсь, снять уже давно, но так как мне требовалась новая оперативная память для моего ПК, так как мне нужно было вообще перезагрузить мой процессор, снести Windows и все прочее, не буду вдаваться в подробности. И вот теперь Space Engine заработал немножко по-другому на моем ПК. И сегодня мы с вами сможем рассмотреть интересный мод под названием Size Comparison. Comparison Star. То есть, это, знаете, система, не то чтобы система, это сравнение, ну, система звезд, самых огромных звезд, наверное, в Солнечной системе, в Галактике и Млечный Путь, в Солнечной системе. Господи, вот я завернул, да, в Галактике и Млечный Путь, вообще во Вселенной. В общем, я надеюсь, что данный разработчик данного мода в скором времени сделает еще один интересный мод, который будет по сравнению каких-нибудь экзопланет, планет, что-то в этом роде. В общем, сейчас вы все увидите. Итак, схема системы. Посмотрите, насколько она достаточно интересна. Кстати, огромную благодарочку я сразу говорю разработчику данного мода. Да, я оставил комментарий. Разработчик англоязычный, и я знаю, что даже англоязычные... Те же самые создатели модов, они меня смотрят и пишут в комментариях, благодарят меня за то, что я продвигаю съемки ихних модов. Взять тот же мод по растительности на планетах. Смотрят также меня различные англоязычные зрители. И, кстати, выражаю огромную благодарность всем своим спонсорам на канале, ребят. Без вас я бы не смог просто бы существовать, скажем так. Нет, ну, конечно, без спонсорки я могу существовать, но это для меня еще один огромный плюсик в карму. Спасибо. Короче, поехали. Вот такая вот у нас сравнительная, можно сказать, табличка различных больших звезд. Если мой хромакей немножко шалит, да, то есть я сегодня с веб-камерой, как-то у нас было видео с вебкой. Многие вновь просили снять с вебочкой. Ну, вот, пожалуйста. Если хромакей будет шалить, извиняюсь. Так, немножко недонастроил, но донастрою, обещаю. Так, посмотрите. Значит, у нас здесь представлены не все, я так понял, огромные, самые большие, известные звезды. Так. Давайте начнем, наверное, с нашего Солнца все-таки. Найдем его. Вот наше Солнце. Диаметр. Посмотрите, диаметр. 1 миллион 391 тысяча 400 километров. Почти полтора миллиона в диаметре. Неплохо. Так, рядышком у нас Альфа Центавра Б. 1 миллион 204 тысячи 76 километров. Есть Центавра А. 1 миллион 700. Центавра А и Центавра Б. Ну, в принципе, таких... Желтый карлик и оранжевый карлик, которые, мы знаем, да, вращаются рядом друг с другом. Двойная солнечная... Двойная, простите, звездная система. Почему я говорю все время солнечная? Наверное, потому что я предполагаю всегда, что в любой звездной системе, возможно, есть жизнь. Поэтому я всегда говорю солнечная. Это еще одно сближение к кое-какому видео, которое вы скоро также увидите на канале. Так, Сириус. Звезда Сириус. 2 миллиона 327 тысяч километров. Насколько больше она звезды? То есть, ну, да... До орбиты и Меркурия оно бы точно не дошло. Но давайте начнем, наверное, вообще с самых маленьких. Сейчас мы используем кое-какой еще один интересный мод. Вульф 503, 960 тысяч километров. Я так понимаю, да, тоже оранжевый карлик. Совершенно верно. Это у нас черная дыра. Черная дыра... В М-33. Вульф 359. Проксима Центавра. Ну куда же без Проксимы? Без маленькой Проксимы. Двойная звездная система Альфа Центавра. Так, и вот он, маленький Проксима. Который где-то там у них записался, затесался. Трапест 1. Трапест 1. И я не знаю, если бы какая-нибудь... Какие-нибудь планеты вообще существовали бы или существуют по сей день. Не знаю, известные. Кто знает, пишите в комментариях. У Трапест 1, по-моему, открыты какие-то планеты, экзопланеты. Я не знаю, есть ли у него среда обитания. То достаточно очень близко, наверное, должны быть планеты, расположенные к данной звезде. Иначе бы... Оно бы просто не согревало бы. Красный карлик. Оно бы просто не согревало планеты. Температура 2640 по Кельвину. Так, подожди. Вот, кстати, по температуре. По температуре. Так, а наше Солнце 5860 по Кельвину. Это где-то приблизительно 5900 по Цельсию. Да, все-таки планеты очень близко должны расположены быть к этой звезде. YSEP 035-00. Это красный... О, коричневый карлик, что ли, не пойму. Коричневый карлик, да. Сспектор Ай-18, 600 кельвинов. Это... Коричневый карлик. Это даже больше всего напоминает, знаете... Что-то... Вроде газового гиганта. Ну, знаете, тот же Юпитер, не состоявший с Солнца, как многие утверждают ученые. Что вообще Юпитер мог бы когда-то быть Солнцем. Мог... Смог бы быть. Люман-16. Люман-16 полторы тысячи по Кельвину. А диаметр 102 тысячи километров. Маленький Порцион. Маленький Сириус B. Хотя Сириус... Вообще, кажется мне, большой звездой на ночном небе. Так, Вульф, понятно. Центавр. Мы смотрели Солнце. Давайте вот сейчас мы даже вот здесь сможем расположить нашу планету Земля с помощью интересного мода. Так, идем в менеджер кораблей. Построим... Так, у меня вот такой есть Орд. А, Солар Систем. Орд Скейл Мод. Модул. Они вроде бы как бы космические станции, но это планеты. Мы здесь можем всех их добавить. Так. Допустим, построим. Да, давайте поставим нашу планету Земля здесь. Аккуратно это закроем. Аб у нас все не слетело. И вот так вот можно. Я не знаю, точно не могу сказать, на каком расстоянии здесь сейчас примерно находится планета Земля. От Солнца. Ну, можно хотя бы предположить, примерно представить, насколько Земля, да, ну, вообще сейчас будет смотреться на фоне других звезд, насколько она будет смотреться меньше. Насколько мы знаем, что... Вот видите, темные пятна на Солнце. Насколько мы знаем, что планета Земля с легкостью войдет в эти темные пятна. То есть, представьте, представьте себе. Вот на поверхности нашего Солнца сейчас вон там лежит наша Земля. Наша родная Земля. Так, Альфа Центавра. Едем. А, вот Сириус. Сириус А и Сириус Б я немножко перепутал. Сириус А, да, он намного ярче. Согласен. Сириус А. Белая звезда. Температура, ну, понятно, 9230. Здесь температура больше по-любому. Порцион. 202 миллиона 589 тысяч километров. Так, миллион. Ну, давайте, грубо говоря, чтобы Солнце будет полтора миллиона километров. Так, Кастер. 397. Даже можно чуть ближе и здесь сейчас поставить планету Земля. Планета Земля. Ставим. Это все мы аккуратно закрываем. Помните, да, наше Солнце? Помните наше Солнце? Вот такого диаметра. Полтора миллиона. Ну, грубо говоря, утрира. Так, едем дальше. Вега. Самая яркая звезда на ночном небе. Вега. Белая звезда. Мне почему-то все время казалось, что Вега это, скорее всего... Не голубой ли гигант? Потому что мне кажется, что когда смотришь на Вегу, она более голубыми оттенками отдает. Почти четыре. Почти четыре миллиона, да, в диаметре. Регус. Или звезда Регу, да? Регу. Пилатрикс. Семь, семьсот. Если... А вот, кстати, у меня сейчас интересненький мод есть, который я сейчас сделаю. Я прямо здесь, сейчас... Так, уничтожу землю и поставлю... Поставлю солнце. Я надеюсь, это сейчас сработает. Мне кажется, солнце просто провалилось в поверхность. Давайте еще раз поставим... Так. Поставим солнце. Во. Вот, вот, отлично. Вот это будет хорошее сравнение. Вот это будет отличное сравнение. Посмотрите. Посмотрите Белатрикс и солнце. Насколько Белатрикс огромней. Больше нашей звезды. Так. Едем. Звезда с пика. 0,07... Ну, 0,7 целых астрономических единиц. То есть, я скажу, чтобы, если бы звезда с пика была бы в центре... За место нашей звезды солнца, то она бы достигла... Да, она бы полностью поглотила землю. Господи, что тут размусоливать? Звезда Палукс. Палукс. Так, ну, можно поставить также, наверное, наше солнце. Так. Мне кажется, как будто после Белатрикса ничего не изменилось. Мэнкент. 0,10 астрономических единиц. Центральная так. Черная дыра в М-32. 0,10 астрономических единиц. Сравнимо со звездой Мэнкент. Капелла. 0,11. Стрелец А. Ты настолько маленький. Мне казалось, что ты намного больше, чем... 0,0... Да, 0,17 астрономических единиц. Подожди. Так, давай построим еще одну... Так. Солнце. Солнце. Настолько ты низок. Звезда Арктур. Так, это у нас... Звезда Вольфа Райя. Спектр ВМ-5. 53 тысячи по Кельвину температура. Так. М51. Черная дыра в М51. Альдебаран. Но здесь уже идут такие более гиганты, я бы сказал. Полярис. Это полярная звезда. Вот полярная звезда. 0,43 астрономических единицы. А хочется сравнить ее, наверное, с Землей все-таки, да? Поставим Зем... Ой, с Землей. С Солнцем, простите. Господи, насколько атмосферная музыка в Space Engine. Жалко, что... Ютуб ругается на авторские песни. Это невероятно. Я поэтому вставил сейчас свои треки для видео. Так, ну, хорошо. А давайте здесь на фоне расположим планету Земля. Так, построим. Планета Земля на одном дыхании. Снимаем. Нельзя останавливаться. О, да ты настолько мелочная, что тебя даже не видно. Господи. Звезда Конопус. Оригель. Смотрите, уже почти одна астрономическая единица кормы... ...зета или бета-кормы. Звезда Везен. Центральная черная дыра в М-31 Андромеда. Намного больше, чем черная дыра... ...это в нашей галактике Млечный Путь, да? Скорпион. Так, ДНЭП. Пи-кормы. 1.56. Пистол Стар. 2.78. Пистол Стар. 2.78. Я думаю, что, скорее всего, такая звезда... ...помещенная в центр нашего Солнца, да? За место него она бы, наверное, дошла бы до орбиты... ...но Меркурий... ...ой, Меркурий, простите, Марс бы точно был съеден... ...да Сатурн... ...Марс точно... ...нет, до Юпитера бы... ...до Юпитера не дошло бы... ...Сатурн уж куда там... ...господи. Антарес. Центральная черная дыра в М-105. Беттельгейзер, родной, я думал, тебя нету... ...4.52. Ты здесь как самый большой мерзавец, интересно? 4.52. Ты очень огромный, малыш. Так, звезда. Почему бы не поставить звезду? Оу, ха! Тебя даже не видно. Ну, представьте, да, вот представьте, вот это Солнце. Вот это Солнце. Просто мы не видим яркости. Это... ...звезда. Огромный красный сверхгигант. Он полностью дошел бы, наверное, до орбиты Юпитера. Это 100% поглотил бы, да. Поглотил бы Марс, Землю, Юпитер, Венеру, Меркурии. Стой. Там что-то намного больше. Я даже боюсь посмотреть туда. Скиюти. А, нет, большой пёс. Красный яркий гигант. Большой пёс. 2980. Ну, не так, конечно, жарко, да. Диаметр. 12 астрономических единиц. Это как поместить, если в эту звезду, наверное, 8 Беттельгейза. Или 10 Беттельгейза. Щит. А вот и щит. 1552 астрономических единицы. Стиффенсом. 2,18. 19 астрономических единиц. И центральная чёрная дыра в NGC 6251. Спиндл. 39,48. Что, намного больше ещё что-то есть? Центральная чёрная дыра в IC 1459. Грубо говоря, 100 астрономических единиц. Вы знаете, вот когда смотришь на такие цифры, просто в голове не укладывается всё это. Ты просто не понимаешь, насколько огромна наша Вселенная, наша Галактика. Блин, это просто... Я не знаю. М87. Так, центральная чёрная дыра в M87 256 астрономических единиц. Холм. Тысяча полторы тысячи. Господи, мой мозг кипит. Тон 618. 2605 астрономических единиц. Насколько... Насколько это всё огромное. Давайте сейчас просто возьмём Беттельгейзе. 452. Запомним. Так. Беттельгейзе, значит... И берём... Тон 618. 2600. 2600. Так, мы это всё закрываем. И просто переносимся к нашей планете Земля. Мы сейчас просто сравним всё это примерно хотя бы, да? Планета Земля. А теперь возвращаемся к нашему Солнцу. Перелетим к нашему Солнышку. Стопэ. Стоять. И на его место мы поставим... Мы поставим... Мы поставим... Беттельгейза. Ставим Беттельгейза. Ну, конечно, да, он немножко здесь будет выглядеть вот так. И теперь давайте мы с вами рассмотрим. Так. Орбиты. Я немножко переверну. Ну, я, конечно, не в центр прямо-таки поставил, но всё-таки... Представьте, что если бы мы поставили Беттельгейзе за место Солнца... На орбите какой планеты он бы был? Юпитер. То есть... Нашей планетой Земля не было бы просто. То есть до планеты Земля оно бы дошло. Почему-то я думал, что Беттельгейзе... Настолько огромен, что дошёл бы до орбиты Юпитера. Так. Ну, а теперь берём 2600 световых лет. Да, по-моему. 2600 световых лет. И отлетаем от нашей планеты Земля. Примерно давайте расположим в центр. В центр. 2600 это... 1300 в диаметре от центра. Солнца. 1300 астрономических единиц. Чёрная дыра. Представьте, насколько она огромная. Просто звезды нашего Солнца уже не видно. Мы сейчас зайдём, найдём край. Первый край. Той самый тон 68, да, по-моему. Это, по-моему, Беттельгейзе светит так, не солнце. Вот это был бы край. Просто я не могу сейчас представить, даже если растянуть в бока, то есть в стороны, насколько была бы огромная эта чёрная дыра. Насколько она просто огромная. Это невероятно. Ну что же, наверное, я на этом сегодня буду заканчивать, ребята. В общем, всем, кому понравилось, ставим пальчик вверх, подписочка на канал. Огромное спасибо ребятам, которые делают моды. Такие просто шикарные моды. Заливают их в Steam в мастерскую. И я рад их снимать. Спасибо вам всем огромное. И помните, друзья, что космос и вселенная бесконечная. И наше путешествие только начинается. Всем пока. До новых встреч, новых открытий, новых путешествий. Пока-пока.